Чуть в стороне от Рязанского Кремля в 2015 году был заложен Веденский раскоп. Такое название он получил благодаря Веденской башне, которая, согласно старинным планам города, располагалась где-то в этом районе. Интерес археологов к данному участку обусловлен несколькими факторами. Во-первых, в этой части Кремля крупные археологические работы ни разу не проводились. Ну а во-вторых, в древности именно здесь заканчивалась центральная часть города и начиналась его периферия. Интересно посмотреть, как же здесь организована была жизнь, как располагались усадьбы, как, может быть, проходили улицы. Такая большая площадь может позволить нам вскрыть и усадьбы, и улицы. Археологические работы на Веденском раскопе начались еще в прошлом году. Тогда членами экспедиции было снято порядка пяти пластов культурного слоя и сделаны довольно интересные находки. Здесь была найдена та самая мастерская костерезная с остатками производства. Был найден очень интересный комплекс глиняных сосудов для оплавки, тиглей. И был найден фрагмент очень интересного горшочка с надписью, что очень редко для конца 15-16 века. В этом году площадь раскопа была увеличена почти в два раза, так что сейчас главная цель – достичь того уровня, на который члены археологической экспедиции вышли в прошлом году. Выполнением этой задачи усердно занимаются около 50 человек, в основном школьники и студенты, проходящие практику. Работают они под руководством опытных археологов и всего за два дня нашли немало интересного – фрагмент подковы, ножа и зубной щетки XIX века. Среди найденных за эти дни артефактов наиболее ценным является костяная накладка на нож. Датировку этого предмета ученые определят позже. Ну а буквально на наших глазах одной из студенток было найдено пряслице. Я почувствовала радость. Мне было очень интересно, что нашли действительно что-то ценное, то, что останется и принесет какой-то вообще вклад. Владимир Завьялов, который на протяжении длительного времени руководит археологическими работами на территории Переиславля-Рязанского, уверен, что машина времени существует. Ведь снимая землю слой за слоем, человек совершает своеобразное путешествие в прошлое. Возможность понять, какие эмоции при этом испытывают участники археологической экспедиции, есть у каждого. Сюда может прийти любой желающий и начать работу по перемещению в прошлое.